Здравствуйте, дорогие друзья! Последнее сообщение вам с фронтов борьбы за качественный комбикорм. Нам прислал Марк Корм сообщение после нашего последнего видео. Вы, наверное, видели, я сразу выложила его в сообщество. Спасибо большое за очень своевременный и быстрый отклик от вас. Мы прочитали все ваши комментарии и, безусловно, приняли решение уже о том, что писать в ответ нашему производителю с вашей помощью. Спасибо вам большое! Нам пришло такое письмо. Добрый день, Елена Александровна! У нас есть к вам предложение по нашим кормам. Мы вам отправляем программу по кормлению кросса КОП-500. И наши комбикорма бесплатно. ПК-5.1. Старт от 0 до 10. Крупка. 5.2. Рост от 11 до 24 дней. Гранула. 6.1. Финиш. От 25 до 42 дней. Гранула. И 6.2. Это старше 43 дней. Птица. Тоже в грануле. Только по этой программе, не изменяя ее, вы кормите и смотрите при весе и соблюдаете все условия по выращиванию бройлера КОП-500. И мы готовы доставить комбикорма в ближайшее время транспортной компании. Напишите ближайшую точку транспортной компании. И количество корма для замены. И для пробной партии нового выводка. Тут несколько моментов. Дело в том, что сроки по комбикормам этим на сайте прописаны другие. То есть возрастные. Поэтому есть тут такой момент, что в данном случае такое предназначение конкретно каждого корма в общем указано здесь не то, что указано на сайте у них. Есть вот в этом моменте расхождение. По срокам именно. И еще такой момент. Я думаю, что эти комбикорма, они не только для КОП-500, они вообще просто для бройлера. Для выращивания РОС-308 я думаю, что эти корма подойдут так же. Ну и все известные вам, в общем-то, куриные бройлерные кроссы могут выращены быть на этих кормах без проблем. Но если у нас получится снова же вырастить должную птицу на этих кормах. Результат еще пока неизвестен. Спасибо вам большое за реакцию быструю на это выложенное письмо. И почитав все ваши комментарии, мы составили свое письмо Маркорму, которое я вам сейчас покажу. Так как вы меня уже знаете, я в общем свою мысль не умею выражать в двух словах. Накатала тут целую петицию. Поэтому что делать, буду все вам зачитывать. Здравствуйте и спасибо за предложение. Предлагаем обсудить дополнительно некоторые моменты. Первое. Если мы правильно вас поняли, то вы предлагаете нам повторно выкормить партию птицы на предоставленном вами комбикорме безвозмездно. Следующая партия птиц у нас будет уже 1 января. С 31 на первый вывод у нас будет. В этот раз 100 голов примерно. Во-первых, сами знаете, вывод это дело такое. А во-вторых, у нас цыплят же покупают тоже. И как только на них больше спрос, чем в другой раз, то птиц нам остается меньше. Поэтому в следующий раз у нас планируется оставить нам 100 голов примерно. На такую партию мы тратим 620 килограмм корма. Мы имеем в виду, что это корм будет до 50 дня. Дальше мы переходим на зерносмесь. Мы с вами говорим о комбикормах, поэтому 620 килограмм в среднем 100 голов у нас сожрут. Вы готовы предоставить нам это количество корма? Значит, тут я прописываю в виде граммовку на 1 голову умножая на 100 и на срок от 0 до 10 дней, от 11 до 24 дней и так далее. То есть обосновываю количество мешков и расписываю, какие нужны на партию. Данные по потреблению кормов подтверждены нашим опытом выращивания многократно и совпадают с таблицей привесов КОП 500 от производителя данного кросса. Надеюсь, мы понимаем друг друга. И вы представляете, что мы расскажем нашим зрителям все именно так, как будет происходить на самом деле. Если результаты кормления маркормом будут не те, что вы ожидаете, вы не сможете повлиять на наши выводы о корме, несмотря на безвозмездное его предоставление. Это я прописала. Я думала, что это может быть и так понятно, но на всякий случай мы озвучиваем это еще раз. Означает ли ваше предложение, что корм, купленный нами, является признанным вами браком? Это вопрос. И для понимания наших зрителей хочется уточнить, такая неприятность случилась только с нами или в продаже целая серия этого корма и есть еще пострадавшие. Что, на ваш взгляд, стоит им сделать в подобной ситуации? Я хочу вас заинтриговать. Ответ тоже пришел и будет в этом видео. Так как эта партия нашей птицы явно провальная 200 голов и ПК-5-1 был использован нами в количестве 13 мешков из 15 с диким перерасходом, вернуть его мы вам сможем в количестве двух мешков. Это то, что вот осталось закрытое. К ПК-6-2 претензий у нас нет и не было. ПК-6-1, который птица не ест ни в каком виде, остается в количестве 17 закрытых мешков. Два открытых у нас есть, но как бы как их зашивать, перестрачивать, переброшивать из 20 приобретенных. Короче, два мешка открытых стоят. Так как ни потерянного времени, ни инкубационного яйца, ни транспортных расходов, ни качественной птицы, выращенной в срок, уже не вернуть, нам бы хотелось получить в качестве компенсации 15 мешков ПК-5-2, потому что мы ПК-5-1 покупали как корм в гранулах, если вы помните, и надеялись именно на гранулы как раз. Если они сейчас именно в ПК-5-2, то именно такие гранулы мы и хотели бы взять себе. Взамен, в обмен или как компенсацию в данном случае, потому что мы свои мешки выслать в полном объеме, конечно, не можем уже. Гранулы, на которые мы и рассчитывали, при первоначальной покупке. И 20 мешков ПК-6-1. Закрытые мешки мы вам можем выслать встречно с оплатой услуг транспортной компании вами при получении, как возврат некачественного товара. При получении корма на тестирование мы должны получить от вас заверение, что присланный продукт не будет отличаться от комбикормов в розничной продаже. Наши зрители, увидевшие результаты, должны иметь возможность без труда повторить их на кормах, купленных самостоятельно в розницу. Если впоследствии мы повторим партию птицы на маркорме из магазина, и результаты будут плачевные, мы с вами вернемся к тому, с чего начинали. Мы готовы потерпеть убытки, которые понесли и уже попрощались с прибылью от этой партии. Но терпеть репутационные убытки мы не будем ни при каких условиях. Если мы с вами поняли друг друга правильно, то вы высылаете нам транспортной компании корма в количестве 15 мешков ПК-5-2 и 20 мешков ПК-6-1 в качестве замены некачественных кормов. Вы высылаете нам для повторного тестирования корма в количестве 1 мешок ПК-5-1, 5 мешков ПК-5-2, 13 мешков ПК-6-1 и 7 мешков ПК-6-2. Паспорта, качество к ним с указанием розничной рецептуры и предназначены для розничной продажи. По отдельной договоренности мы высылаем за ваш счет 20 закрытых мешков возвратом. Со своей стороны мы берем на себя транспортный расход по перевозке, погрузке и разгрузке продукции от транспортной компании до места. Мы еще одну партию птицы выкармливаем комбикормами и маркорм с соблюдением указанных вами сроков кормления и на основе полученных результатов. Делаем не зависящие от вас выводы у себя на канале. Еще раз спасибо за уделенное внимание и попытку исправить ситуацию. С уважением, Александр и Елена. Дальше я вам прочитаю ответ маркорма на это письмо. Я им писала вчера ночью глубокой, а сегодня вот к 12 часам они уже ответили. Добрый день, Александр и Елена. Руководство Маркорм одобрило поставку вам безвозмездно следующих видов комбикорма. Первый поддон на пробную партию. Ну, все как я и просила, в общем. Поддон на возврат. То же самое. 15 мешков ПК-52 и 6-1-20 мешков. Ждем от вас данные, адрес и контакты транспортной компании. Вот здесь секундочку, ребят, внимание, эта информация, кстати, вас тоже касается. С нового года мы меняем линейку комбикорма на бройлеров. Ну, для бройлеров, наверное. И еще улучшаем качество комбикорма. И этот комбикорм будет продаваться с завода с января 2020 года. Всем со своей программой кормления вы уже получите этот новый комбикорм. Короче, они на нас, получается, тестируют как бы новый комбикорм, улучшенный, который будет в продаже с 2020 года. Внимание! Вы уже получите этот новый корм. Кроме ПК-62, он есть в наличии. Этот корм будет продаваться с января 2020 года. Это мы гарантируем качество всем. Только чтобы корм был свежий с января 2020 года на этикетке и дни кормления соответствовали новой программе, так как Маркорм – это у нас премиум линейка. Еще есть линейка марки «Хороший». Коричневые мешки. Там тоже есть бройлеры, но они слабее. Цена, качество. Но и они у нас зарекомендовали себя хорошо. Кстати, мы с хорошим как-то сталкивались, но, по-моему, для мясоиичных пород, если вы помните. Программа кормления, значит, ПК-51. Ну и, в общем, программа кормления не повторяет. Тут, соответственно, вся та же самая линейка 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Изменены сроки. Но раз они выпускают эту линейку, которую нам пришлют с нового года, с 1 января, соответственно, в розничную продажу этот корм будет выходить с января месяца. Поэтому смотрите внимательно. Мы с вами будем снимать видео о комбикорме, который будет новый с января 2020 года. По заверениям производителя. Ну, вы помните, да, нашу позицию? Если производитель говорит, мы ему верим, да? Вот так. Насчет возврата 6.1. Нам этот корм и так дорого обошелся. Он хороший, непросроченный. Его больше у других клиентов нет. И у нас тоже. И возврата не было. Смотрите, видите, мы единственно взмутились. Партия мелкая была. Значит, ножи у гранулятора не убавляли. Человеческий фактор. Сейчас поставили дополнительно технолога для усиления контроля. То есть, короче, ребята признают, что гранулы очень длинные. В общем, это человеческий фактор. Видите, ножи неправильно как-то выставлены были. И она получилась длинной, да. Это, да, это наша ошибка. Ошибка контроля. Все устранили. Комбикорм качественный. Комбикорм качественный. Можете размолоть и его скормить взрослой птице. Надеемся. Ну, короче, они не хотят, чтобы мы ему их обратно присылали. Действительно, нафига им этот комбикорм? Ну, еще к тому же, еще за транспортные расходы, за их счет. Надеемся, мы придем к общему взаимовыгодному сотрудничеству, как и раньше. Вот именно, ребята, как и раньше. Мы всегда вашим кормом пользовались и говорили о нем только хорошо. Тот не ошибается, кто ничего не делает. Ну, это и мы, безусловно, в курсе дел. С уважением, Маркор. Ну, что, пробуем. Вы нам сами насоветовали тоже, поддерживаете эту тему. Безусловно, это выгодное для нас предложение, потому что, сами понимаете, ну, как бы, да, мы потеряли прилично и времени, и денег, и птицы, и веса, и чего только не потеряли. И, конечно же, нам сейчас это очень выгодно. Но при этом мы с вами абсолютно честны будем. Грязь лицом мы не ударим, ни за какие ковришки. И это не будет рекламной акцией Маркорм на нашем канале. Исключительно, однозначно и 100%. Если на их корме будет птица расти плохо, мы объективно об этом вам расскажем. Со своей стороны, мы не имеем сейчас возможности и права каким-то образом нашу птицу выращивать неправильно. Да, то есть температурные режимы, качественное яйцо у нас заложено, импортное, у нас будет, ну, планируется, сами знаете, это на 100% ни один не может птицевать сказать. Хороший вывод должен у нас быть пока, без форс-мажоров. И при всех прочих равных мы их кормом будем пользоваться от рассвета и до заката нашей птицы. Без прокормок пуриной впереди первого мешка. И до 50-го дня у нас будет длиться эта, так скажем, акция. Имейте в виду, что после 50-го дня мы будем все равно держать птицу на зерне. Но это не будет являться частью эксперимента с Маркормом, потому что, сами понимаете, мы с вами все знаем, и уже нами это было доказано не раз, что на нашей зерносмеси без мясокоски, без всего птицы не растет, а дай бог просто встанет на месте. Но мы все равно подчистимся для наших покупателей, потому что это требует наше внутреннее я, наше внутреннее спокойствие за готовый продукт. По этой причине мы до 50-го дня и в 50-й день мы будем взвешивать, соответственно, уже как будто конечный результат. Ну, если, может быть, захотите, мы парочку-тройку можем забить, в принципе, чтобы посмотреть тушку, посмотреть внутренние органы, посмотреть при желудке, желудке, все на свете. Вот эти вещи. Мы будем ввести статистику по водянке, но я думаю, что это не относится к кормам. Про водянку у нас вообще на самом деле столько информации, что мы хотим просто у нас язык чешется, постоянно вам это рассказать, но, к сожалению, времени нет. Все, видите, более горячие, насущные темы какие-то появляются. Ну, все. Спасибо вам большое за внимание. Значит, ждем мы партию, которую нам обещали. И на самом деле это, я считаю, что наша маленькая с вами вместе победа. То есть нас услышал этот завод, производитель обратил внимание на продукцию, на которую были нарекания какие-то, да. И смотрите, вообще у людей новая линейка уходит совершенно, которую, в принципе, никто еще не может проверять или говорить о ее качестве или некачестве. Мы будем первыми, мы очень этому рады. Я думаю, что вы, веря нам, тоже будете оценивать нами сделанные результаты как правду, как реальность, и будете ими пользоваться себе на благо и на выращивание вашей здоровья крепкой птицы. Особенно к сезону, к новому, да. Эта информация будет актуальна. Ну, все, я с вами прощаюсь. Всего доброго. И оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, не теряйтесь. Будем вместе с вами отслеживать рост компании в сторону более качественного продукта, ну и радоваться нашим с вами результатам на птице. Всего доброго.